Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Короте Анапа. Мы сейчас находимся на улице Терска и сегодня посмотрим на центральную часть города, которая залита сейчас солнышком. Плюс 14 градусов на солнышке и, в принципе, температура довольно-таки комфортная. Ветра особого уже под вечер нет. Время на часах сейчас 4 часа дня. Я сегодня только что приехал из Гостогаевска и помогал загружать гуманитарную помощь для наших солдат. Комитет солдатских матерей спасибо. Спасибо и спасибо всем тем людям, которые поддерживают наших солдат. Смотрите отдельный сюжет, там увидите, что приносят. Ребята как раз-таки только везут машину пустую. Разгружали сейчас все эти вещи, которые приносили наши люди для помощи именно беженцам. Вот сколько людей, всем нужна помощь. И я, знаете, поверил в Анапу, потому что столько людей, даже сегодня, пока мы там стояли, общались, снимали ролик, подготавливались в поездке в Гостогаевску, приносили вещи, приносили деньги. То есть, ребят, вы просто все супер. Спасибо вам огромное за то, что вы, в принципе, есть в этом мире. И то, что не бросаете людей в беде от души. Каждый, говорится, помогает как может. И это самое прекрасное, что может быть уже. В общем, обо всем этом посмотрите видеосюжет. А сейчас мы с вами смотрим на эту красоту. Сезон фонтанов на центральной чаше Анапы закончен. Обратите внимание, зелененькие газончики. Возле администрации там растут адванчики. Да и, в принципе, на этом газоне они также есть люди, которые сидят, отдыхают. Вот единственное, вот центральная чаша уже фонтана не работает. Ну, а так все остальное великолепно и прекрасно. И вот этот каскад фонтанчиков все еще радует глаз. Тут цветут цветы. Слушайте, да вообще. Люблю Анапу именно такую вечернюю уже, прогуливающимися пенсионерами, молодежью, сидящими на лавочках, фонтанами работающими. Это так великолепно смотрится, что, не знаю, самое теплое в душе чувство. Тем более, понимаете, с самого детства, то есть 7 лет ездил во вторую школу, встретил на обучение. То есть для меня это вообще очень родные места, которые самые близкие моему сердцу. И вот по-другому, я даже представить себе жизнь, которая выкладывалась у меня сейчас и в будущем, даже не могу. Анапа навеки с тобою. Вот такие вот чувства вызывают у меня эти места, друзья. Я ведь помню, грубо говоря, все эти сосны, латаны еще не такими высокими. 30 лет назад это все было. Хотя я еще раньше был в Анапе, да, то есть там в детстве. Вот именно такие сознательные воспоминания идут с того времени, с школьного года. Посмотрите, сколько здесь людей с левой, с правой стороны прогуливаются по улице Горького. Там работает у нас арт-авеню. Можно прийти, покупать какие-то вещи. Здесь уже дельфинчиков посадили на дорогу. Можно у них покататься. Работают аттракционы. Вот, допустим, Формула-1 функционирует. Пожалуйста, приходите, развлекайтесь, наслаждайтесь. Даже в парке 30-летия Победы есть люди. Шикарная погода, красота, солнечные лучи. Единственное, что находят тучки. 16,1 температура воздуха, дорогие мои. Молодежи довольно-таки много. Музычка играет. Слушайте, вот не поверите, да, что где-то сейчас какие-то проблемы, могут быть и беды. Она по себе ведет совершенно по-другому. И тут действительно курорт, действительно отдых, действительно можно получить в моменты релаксации. Великолепно. Чего еще хотеть, о чем еще мечтать, да, мои родные? Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что со мной. Спасибо, что гуляете. Я вот нахожу в себе силы выползать, чтобы вам эту всю красоту показать. Давно мы, кстати, не прогуливались по парку 30-летия Победы. Смотрите, даже колесо обозрения работает. Шикарно. Смотришь, какая красота. Думаешь, вау. О, мини-беспилотники, сочтение. Полетели. И вот она достопримечательность. Белая шляпа города-курорта. Аннапа. Наверное, все, кто бывали у нас, уже сделали себе здесь такую фотографию. Допустим, Женя, хозяин гостевого дома, Санрайс присылает фото, где у них уже снежок выпал. Женька, тебе в ответ вот эта красота. Где у нас еще зеленая трава, где работают аттракционы, где гуляют люди. Крутится колесо обозрения. Шикарно. У нас сейчас в соцсетях пытаются собрать, короче, подписи за то, чтобы вот тот шалман с этим океанариумом и бедным львом, который до сих пор там сидит в заперти, оставить и никуда не убирать из Анапы. Вообще просто такая жесть. И обидно, что нам обещала прокуратура, администрация, что помогут решить судьбу льва Тиграна. А в итоге все осталось, как осталось. Большому сожалению, другие действия возымели вес сейчас. Ой, ну, хозяева пользуются моментом и пытаются набрать тут петиции, типа, спасите Тиграна, мы там его любим. То есть, типа, зарабатывать на животных, это очень хорошо. Какие краски, слушайте, вообще. Ой, как я обожаю такие вот видео, когда солнце в ручке пробивается сквозь листву, деревья. Собнозеленная красота. Это фантастические виды. Ну, все ближе к улице набережной и к выходу на пляжик. Это действительно прям, ну, очень круто. Мои дорогие, сейчас подышим вместе с вами воздухом морским и, надеюсь, над волною мы взлетим. Здесь, конечно, Квадрик работает вчера по очень сильной волне. Шторм моего погонял. Ласковый берег слева-справа. Ну, по крайней мере, никого нету. Да, уже все не функционирует. Видать, нет для кого. А вот с левой стороны заведения еще работает павильон. Видите, называется. Так, вот вон набережная улица города Анапа. Есть кафешечки. То есть, открытые, не все позакрывалось. Так что, не переживайте. Найдете всегда, где поесть и перекусить. И, здравствуй, моречка. Наша великолепная, классная, прекрасная. Слушайте, вот сколько людей сегодня вышло на прогулку. Конечно, в центральной бухте Анапы не самое красивое. Оно всегда... Потому что вода тут какая-то темноватенькая под берегом. Вчера я катал, там прям восхищение было. Но, тем не менее, красота. Температура воды 18 градусов. Можете проверять, не проверять. То есть, она сейчас такая в Черном море. Держится, по крайней мере, возле наших песчаных берегов. И море, здравствуй. Температура воздуха на берегу 16,8. Людей действительно много. Висят красные флаги. Купание запрещено. Думаю, если бы я хотел, я бы скопался. Просто великолепно. Висят красные флаги. Субтитры за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok